Здравствуйте, Александр, спасибо, что пришли. Скажите, так что, вот эти города останутся без миллиардов гривен, если за такой проект бюджета проголосуют депутаты? Почему вообще появилась эта критика? Уряд продолжает свою политику щодо сближения ресурсов в местных бюджетах. И взагалом ресурсы в местных бюджетах на наступный рік будут сближены на 46 миллиардов. Но также децентрализация, в ней возникают какие-то изменения балансов между центральным бюджетом и местным бюджетом, а также горизонтальные дезбалансы высушиваются между более замужными и менее замужными. Поэтому есть какие-то изменения... Но Киев и Днепр сложно назвать менее замужными, чем Киев и Украина. Абсолютно правильно. Киев и Днепро – это замужные громады. И на самом деле, я даже не знаю... Зрозуміло, что хочется больше денег. Это не вопрос, что будет денег меньше. Хочется больше денег. Если сейчас посмотреть на счеты Киева и Днепропетровского, то сейчас на счет Киева находится больше, чем 11 миллиардов гривен. Ну, смотрите, вам у Днепропетровского не будет денег, не будет голосов. Что тогда делать? На уступки вы будете идти или нет? Дальше ведь подтянуться и Львов, и Одесса. А почему им свои миллиарды не потребовать? Да все будут вымогать свои миллиарды. Но главное – это выйти на сбалансованный бюджет. Вот что главное. Что происходит? У нас также существуют и неплательственные громады. И их нужно поддерживать. Мы можем их поддерживать с центрального бюджета за рахунок платников податков, за рахунок охраны здоровья, пенсионной системы, обучения. Но правильный подход – это чтобы самовредование само себя финансировало. И то, что мэри городов начали изучать бюджет внимательно, это мы уже поняли по этим заявлениям. Но у нас уже депутаты, по-моему, больше недели уже изучают законопроект, проект бюджета 2018. Какие уже пожелания поступают оттуда? Или замечания справедливые? Ну, пока еще их немае, таких конкретных. Хорошо, замечаний нет. А хотелки уже идут? Депутаты, каждый год есть хотелки. Это абсолютно нормально. И тут, снова-таки, у нас в Минфине немного другая позиция. И функция другая. Мы отвечаем за баланс. Звычайно, депутаты, они шукают больше возможностей, как вытратить деньги. Но баланс за нами. Поэтому возникает постоянно такая дискуссия, иногда и напружена дискуссия. Но, наконец-то, это спальная ответственность, выйти на сбалансованный бюджет. Потому что если бюджет не сбалансованный, нереальный, то у нас нет бюджета. А мы себе это дозволить не можем. Продолжим разговор с министром финансов Украины Александром Данилюком. Александр, скажите, у Министерства финансов есть какие-то данные о том, какой объем средств государств каждый год теряет из-за подобных схем уклонения от налогов? Ну, мы, в принципе, працюемо с наступными цифрами. Что у нас, взагалі, сира экономика в тяне, займає біля 40% всей экономики. Дуже складно оценивать, сколько мы втрачаем ухиление от податков. Но я понимаю, что эти цифры могут не далеко от действительности. Но, посмотрите, какая ситуация. Первое, снижение ставок податков. Я поддерживаю это. Это уже угрожает, чтобы ставки были снижены. И я за то, чтобы государственные витрати на державный аппарат также были сокращены. Это нужно достигать. Но для чего снижаются ставки? Для того, чтобы, первое, стимулировать развитие экономики, а также стимулировать то, чтобы сейчас стеневая экономика выходила из стены. Давайте посмотрим, что нам сейчас стоит на шляху. Первое, выход из стены. У нас есть другие перепоны на этом этапе. У нас есть перепоны. Нереформована правоохоронная система, которая тиснет на бизнес. У нас есть незапущена реформа судовая, но она еще только на начинственной стадии. И все равно есть и случаи рейдерства, и несправедливых решений судов. Я бы назвал это даже не случаями, а тенденцией. Есть. Есть, этого не нужно приховывать. Это есть. И это, на жаль, тиснет больше на бизнес и не будет давать возможности ему возрастать. Тому треба фокусироваться на декольких вещах. По-перше, реформирование правоохоронной системы, створение службы финансовых расследований. Перше. Друге. Треба реформовать державно-фискальную службу, прибрати возможности для коррупции, простить процессы державной фискальной службы. Треба так же бороться с зловживаниями. Вот мы взяли, там есть несколько было прикладов, как ухудшиться от податков. Мы работаем по всех этих направлениях. Перше. Это вивод грошей через офшоры. Мы сейчас приглядаемо до конца года все договоры по подвейному оподаткованию, уникновение подвейного оподаткования. И прибираемо эти возможности. Мы также внесли в этом году закон, мы его внесли, про оподаткование распределившего капитала. Про то, что говорилось сейчас, мы это сделали. Бородьба за скрутками. Действительно, она запрацовала в этом году, и она дает результат. Мы за последние три-два месяца экономили три миллиарда гривен. И сейчас скрутки, которые втратили свои деньги, хотят эту тему поновить. И некоторые депутаты зарегистрировали закон, так, чтобы мы вернулись к коррупционной практике отшкодирования ПДВ. Александр, я должен вас остановить, но благодарность за то, что вы обратили на это внимание. Я вам обещаю, мы обязательно будем следить, не пройдет ли этот законопроект. Спасибо. Александр Данилов, министр финансов Украины, был гостем подробностей недели.